господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного к филиппийцам 1 28 и не страшитесь ни в чем противников это для них есть предзнаменование погибели а для вас спасение и сие от бога номер 733 события дня за 15 декабря 2017 года вот нашелся человек мы все время я молился господи ты каждому даешь свои таланты пошли нам дорого помощником наставников и советников чтобы приумножить таланты и вот уже прошло больше 20 лет но в интернете допустим я восемь лет здесь вдруг появляется человек который начинает заниматься нашими ресурсами выставляем сейчас стихи библия и все остальное что у меня тут есть он работает поэтому книги доброта люби все выставил по отдельным файлам а много это работы много мой как сергей николаевич это номер 733 это уже не первый день мы здесь вот я новикой сергей пишу преобразовать мои книги изданные мною никто лучше вас не сделает и не берется вот если бы аудио были говорят поэтому сегодня отдал андрея кричкова из америки все оставшиеся нашем сайте во свете библии аудиофайлы трудов святых отцов и ноя переделать видеофайлы все там будет около 150 файлов по два часа и пять минут звучания неправильно 20 минут мой все не утерпел если ваше сердце расположен еще к нам и нашему делу то весьма желательно чтобы выставить сорок одну книгу открытым оком две симфонии для слова божия нет уз новый завес толкования в трех книгах к истинному православию вот он уже за ночь поставил к истинному православию две симфонии одна на шитья спятые другая на не канонической книги для слова божия нет уз к истинному православию вот это вот он что сделал мне хочется подарить вам мои книги будете ли в барнауле ответил что нет никак и потом стал отказываться потом переписка позже максим не крутенко мир вам и гнатихович у меня появился очередной важный вопрос до знакомства с вами и ваши материалами основанными на святой библии святых отцах я ходил в храм думаю что правильно крещен я исповедовался и причащался но после просмотра ваших роликов о крещении я понял что я моченый или обливанец и теперь не исповедуюсь и не причащаюсь скажите был мне грех за то что я причащался не знаю правильном крещении а после ваших аргументов основанных на правилах святой церкви я не причащаюсь и что мне делать и правильно ли я делаю спаси христос я отвечаю войти в статус соглашенных и приготовиться достойно ко святому крещению и крестите согласно святой библии и канона святой православной церкви и до крещения истинного уже не причащаться вот мне скинули ролик показали на украине там крестят ну как крест это видно что купель можно было бы ребенка держит молодой священник похоже на 30 лет рукоположенный он ребенка держит опустил воду под ребенком там больше роста ребенка воды нет он ее не опускает дальше одной рукой держит второй поливает но закрой нос рот и опусти вниз не будет почему он сам не крещеный поп это ну из тысячи может быть один сегодня не испорченный священник не сотни ну еще сказать на это беззаконие должен быть извержен апостольское правило 50 почему не крестит что для этого мешает ребенок большой уже не будет он крестить ни взрослого никого почему порчи злые делатели испортили мой виноградник господь прямо их называет и вот он сидит что попало вытворяет и ни один сектант этого делать не будет я день верить их этого делать не будет иван артюшкин я купил второй комплект чувствую что кому-то подарю вот иван артюшкин я уже показывал фотографию он пришел вы выставил я его тут два даже нашлось фото для интернета артюшкин сейчас вот он здесь прислал фотографию что получил мои книги которые он заплатил выписал и все пришло счета не открылась непонятно даже чем там у меня заказчика идет поэтому она взять не может их жалко конечно надо даже какая связь что не дает фотокарточку открыть даже мигает и все виноват вот он зашел он получил новый завет 3 к истинному православию и мы еще приложили но за вот трехтомник он держит эти какой серьезный могут на человек с бородой нетронутой вот он все получил тоже получили из израиля получили известия вот тут идет она есть девушки надо подарок вот и израиль алтер павел вот он получил ну это у него смутновато я получилась песню православия смотрелись в трехтомник и что-то еще там какую-то книгу я послал видать ему из израиля вот и помаленечку слово божие распространяется и вот теперь мы дальше смотрим а роман фроликов от благовестия невозможно отвлечь так как благовестием должна быть вся жизнь христианина как жизнь игнатия тихоновича то есть жизнь ради христа спасителя хвала ему раньше у доктора не было светоскопа пишет одна женщина доктор обнимал пациента и ухом слушал его сердце а пациента называл голубчик самом деле как еще назвать если ты кому-то то прижался и обнял то у докторов правда и лекарства то не было почти ни антибиотиков не сложных хирургических инструментов но пациенты все равно выздоравливали и ходили к доктору на прием чтобы он послушал тонны сердца и легкие и доктор еще у камина согревал руки чтобы холодными руками не трогать больного может поэтому пациенты выздоравливали даже от чудовищных болезней и жили вопреки кишащим везде микробов и полной антисанитарии сегодня моя знакомая сходила к доктору и пришла счастливая доктор сказал что ничего страшного все не дурно не дурно организм сильные крепкие а камушек ну что же понаблюдаем понаблюдаем скоро привезут такой аппарат он через кожу будет дробить камушки медицина делает огромные успехи сейчас и неизлечимых болезней почти не осталось надо правильно кушать голубушка вот я распишу вам диету и гулять обязательно надо а вот это лекарство вы купите и она непременно вам поможет просто чудесное лекарство а стоит копейки и не надо переживать то вы здоровая и крепкая женщина прямо цветущая для своих 60 лет все будет хорошо это они зря вас напугали негодники приходите через две недели думаю вы уже выздоровеете знакома ушла счастливая и почувствовал себя прекрасно и с благодарностью посмотрела на свой цветущий организм зеркало жить и захотелось и жить долго и хорошо вот бехтерев тоже говорил после общения с врачом должен быть прилив сил и улучшение настроения это главный признак хорошего врача даже если он не ухом слушает а аппаратом смотрит но по-доброму словно обнимает и называет голубушкой это ведь не трудно и вот это упоительная вечерняя история про хорошего доктора у которого есть аппараты светоскопы лекарства но они у всех есть а у этого есть еще сердце это для доктора главное анна валентиновна и кирьянова пишет кричков из америки посмотрел никогда такого не делал то есть аудио ролики обделывать надо думаю что один человек должен заниматься этим чтобы виден был один стиль один режиссер я предпочитаю роботу со видели работу с аудиокнигами вроде как златоусто спасибо я отвечаю тогда можете взять вот этот материал в аудио не столь большой и преобразовать файлы как делали труды святого и она златоуста а там он сделал 1262 за файлы 12 тому я показываю книга правил вот каждый это два часа 20 минут вернее опять же нет это пять минут 5 это 4 вместе 20 будет вот апокалипсис пророчества ветхого завета эфирем сирин игнатий бричанинов ян кронштадтский спятник духовно это все насчитанное смотря по материалам найти лучшие фото автор труда или иконы его как след сделано по златоусту или даже найти корочку книга правил и сделать по образцу и того 67 преобразования здесь каждая цифра дорожки павла на два часа и пять минут звучания и тут же есть еще похожие аудио скилл а вакуум протопопа те с арсений книга беседы с отцом димитрием дудко с александром минем с особо на ум большевком гордеев дуся в городе фунзе были дальше наши беседы с александром минем отец александр пивоваров отец амросий юрасов дальше без названия тут на можно определить геннадий вас беседа с адвентистами но и ты без названия история церкви масонство протоколы сионских мудрецов 12 а тьмы к свету печаль сатаны поэзии библейские мотивы противосектантский материал рогозина так тоже тайны святых трагедия русской церкви фома темпийски вы сразу можете определить какие файлы нужно ужимать это инструкции даем а а какие уже побывали под этой процедуры дающие инвалидность по нужде такие уже не нужно ужимать иначе они становятся больше по объему хорошо только всегда проверяйте не раз чтобы чего не потерять с нашего то видео канала каждое утро переношу копирую на свою страничку в моем мире и сегодня 5 роликов из 11 так понятно с аудио заняться хочет как я понял андрей кричков из америки вчера вам скинули корочки разных книг они все в интернете есть на нашем же сайте в книгах весьма желаю чтобы все книги были выставлены как и проповедь в стихах вы сергея александрович сегодня выставили стихи мои первое я ему пишу нет слов превыше всех ожиданий с утра всем приходящим начал показывать а какое фото вы выбрали из восьми посланных вам такое синий это церковь свобода тюрьма увидите уже завтра его выставлю именно это особо выделяется и врагам нечего сказать даже мне бы хотелось вас одарить этими книгами вы бы мне скинули свой точный адрес телефоном конечно если вы жила пожелаете иметь книги за ваши труды и усилия вы достойны поощрения но я по бедности ничего более того не могу предложить вам что еще нужно найти или подсказать где это находится галина в леска благодарю за труды дорогой наш наставник и мой родитель в духе не удержусь от комментария по ролику на вопрос братца никита о библии как о единственном верном божественном писании из всего сохраненного людьми давно уже конспектирую все ваши ответящие в роликах архиважные в моем благовестничество да и каждому развивающемуся христианину очень советую так поступать включил онлайн и этой лапкина тетради и ручка всегда рядом ах как жаль что кафедра в кавычках занята иными то придумает турне по епархиям дворкина то американца священника из харизмата православия перешедшего от кураева с кучей непонятных определений для слушателей парадигм динамигаций и прочей латинщины ваше турне надо организовать последним по семинариям и академиям в первую очередь зашевелились священники на приходах служу по своим сеть друзьям но надолго ли их немощных хватит господи помилуй работаем и в отпуске продолжать составлять конспекты и соблаговествовать своему ближнему с богом братья вики олсон миннесота с сша многие думают что у священника перед мирянами есть какая-то привилегия или особая благодать печально но так считает большинство духовенства я же тебе так скажу у священника есть одна привилегия быть слугою каждому встречному 24 часа в сутки всю оставшуюся жизнь бог не дает нам выходных и отпусков священникам у тебя нет настроения все равно иди и служи у тебя болят ноги и спина и иди и служи у тебя в семье приваялась проблема но ты все равно иди и служи этого требует от нас господь и евангелие если нет такого настроя всю свою жизнь положить на служение людям то займись чем-нибудь другим не дерзай принимать на себя иго христова хуже всего когда христианин превозносится со своем сердце над другими человеком и считать себя умнее правдивее и лучше тайна спасения заключается в том чтобы считать себя хуже всех хуже и недостойнее всякой твари когда живет тебе дух святой то ты познаешь свою малость и некрасивость и видишь что даже самый лютый грешник лучше тебя если ты ставишь себя выше другого человека значит тебе нет духа и нужно еще многое работать над собой но самого уничтожения это тоже плохо христианин должен идти по жизни с осознанием своего достоинства потому что он жилище святого духа ботищан дмитрий пишет игнатий тихонов разрешите спросить когда делаешь до обед или ужин не зови друзей твоих не братьев твоих не родственников твоих не соседей богатых чтобы они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяние но когда делаешь пир зови нищих у вечных хромых слепых и блажен будешь что они не могут воздать тебе ибо воздастся тебе воскресенье праведных евангелие от луки редакция 1976 года библия как вы понимаете это место где можно собрать нищих хромых слепых я отвечаю у нас нет пира это раз и нищих нет это два там написано нищие сами просится если узнаете что то есть у тебя поесть как вы понимаете евангелие от луки как он говорит мне можно собрать нищих больницах я говорю нет нищих нет у нас и нету пира нигде поэтому я никогда об этом не думаю даже о чем думать то когда не никакого отношения не имеем так ушло но показать наши ресурсы еще это вот мой мир так выглядит сегодня прорыв был вчера триста там двадцать а сегодня шестьсот тридцать посетителей посетителей посетители не просмотров на нашем форуме форум а то еще сайт есть вот это mail.ru это вот как она выглядит а то вот наш форум 1600 тем дальше вот наш видеоканал тут загрузка идет большой очень канал тысяч восемьсот тысяч восемьсот кажется сколько там у нас восемь тысяч восемьсот роликов ну и посещение скоро будет десять миллионов вот вот эти библии здесь все это заложено но стоит так что не знаешь кто посещал был ли или что и надо сделать лучше и взялись для того чтобы сделать лучше хорошо все сказано вчера мы готовились встречать арахили из Казахстана но это уже речь идет о шестнадцатом о субботе что Сергей рано встретил ролик подготавливаю чтобы сегодня же его и вставить ну вот пока на этом все до этого